ГОСУДАРСТВО ПЕРВЫХ РОМАНОВЫХ Первым русским царём новой династии стал Михаил Фёдорович Романов. Михаил Фёдорович стал царём в 16 лет. Он попал в зависимость от своего окружения, сначала родственников матери, а затем отца. В 1619 году его отец был избран патриархом. Филарет получил огромную власть и даже ставил свою подпись на государственных документах. С тех пор началось так называемое «двоевластие». Михаил Фёдорович стал управлять государством с помощью отца-патриарха, которому был присвоен, как и царю, титул великого государя. От имени обоих решались все дела. Обоими государями принимались посольства, и обоим им подносили послы, дары и подарки. После смерти отца Михаил стал править самостоятельно. Михаил Фёдорович Романов не только родоначальник династии. Он провёл в жизнь множество преобразований, изменив ситуацию, сложившуюся на Руси в конце XVI и начале XVII веков. При нём произошёл определённый подъём в области промышленности, появились мануфактуры, началось формирование всероссийского рынка, наладились дипломатические и торговые связи, медленно, но восстановилось сельское хозяйство. Благодаря его разумной политике ненамного, но улучшилась жизнь простого народа. Москва стала действительно центром России. За всё время царствования Михаила Фёдоровича шла усиленная деятельность по постройке различных зданий в Кремле. В 1635 и 1636 годах были сооружены каменные хоромы для государя и его детей, построенные на основе старого здания над мастерскою-палатую. Мастерская палата была в начале XVI века приёмную Софии Палеолог, а позже Елены Глинской, и называлась Заднюю и Западную. В 1645 году на престол вступил Алексей Михайлович. До пятилетнего возраста молодой царевич Алексей оставался на попечении у царских мам. С пяти лет под надзором Бориса Морозова он стал учиться грамоте по букварю, затем приступил к чтению часослова, псалтыри и деяний святых апостолов. В семь лет начал обучаться письму, а в девять — церковному пению. С течением времени у ребёнка, к возрасту 13 лет, появилась маленькая библиотека. Из книг ему принадлежавших упоминаются лексикон и грамматика, изданные в Литве, а также космография. Заметны и нововведения, которые сделаны были не без прямого влияния Бориса Морозова. Последний, как известно, одел в первый раз молодого царя с братом и другими детьми в немецкое платье. На 14-м году царевича торжественно объявили народу, а с 16 лет он вступил на престол. Царь был набожным человеком, за что получил прозвище «Тишайший». Алексей был женат дважды. От брака с Марией Милославской у него родилось 13 детей, а от Натальи Нарышкиной — трое, в том числе будущий царь Пётр I. Земские соборы. Клятва Михаила Фёдоровича о согласии править с Земским собором и Боярской думой не была случайной. В условиях хозяйственного разорения и слабости центральной власти молодой царь был вынужден искать опору у всех слоёв населения. Такой опорой в первую очередь должен был стать Земский собор. Земский собор в начале правления Михаила собирался регулярно. Он должен был отстаивать интересы населения перед царём. Романовы первоначально были заинтересованы в поддержке собора, но с укреплением государства, особенно после смерти Филарета, они стали собираться нерегулярно, Романовы таким образом хотели забыть выборность Михаила. После смерти Филарета возникла идея сделать собор постоянно действующим по образу английского парламента. Однако эти планы шли вразрез с интересами самодержавной власти. Поэтому это предложение не нашло поддержки у царя и не было осуществлено. Поэтому соборы стали созываться только для утверждения царских законов, а с усилением крепостничества представительство низших слоёв в земских соборах стало незначительным. Последний раз Земский собор был созван в 1653 году. Боярская дума Поначалу состав думы был расширен Михаилом Фёдоровичем. Так он отблагодарил тех, кто поддержал его воцарение. Если в прежний состав думы входило два десятка бояр, то к концу правления Алексея Михайловича их численность выросла до ста человек. Причём в состав думы входили теперь не только родовая знать, но и представители незнатных родов. Дума по-прежнему должна была решать наиболее важные вопросы. Вопросы войны и мира, утверждения законов, введения новых налогов и так далее. Но всё чаще последнее слово оказывалось за царём, хотя решения оформлялись записью «Царь решил» и бояре приговорили. Увеличение состава думы сделало её слишком громоздкой и вынудило царя пойти на изменения. Царь стал созывать Ближнюю думу, которая постепенно заменила собой Большую. В полном составе дума стала собираться всё реже и реже. Приказы Увеличение территории страны, усложнение экономической жизни привели к значительному росту числа приказов. В разное время в стране существовало около ста приказов. Вся исполнительная власть принадлежала приказам, крупнейшими из них были посольский приказ, приказ Большого дворца, казённый приказ, разбойный приказ и так далее. Едва ли не центральное место среди других приказов занимал челобитенный приказ, который рассматривал прошения и жалобы царских подданных, и потому стоявшие как бы над всеми другими. При Алексее Михайловиче был создан также приказ тайных дел, который контролировал деятельность всех государственных учреждений и ведал хозяйством царской семьи. Но многие приказы часто имели сходные функции и мешали друг другу. В приказах царили взяточничество и казнократство. Всё это свидетельствовало о необходимости реформирования приказной системы, её упрощение. Местное управление В XVII веке главными административными единицами стали уезды. В них власть принадлежала воеводам. Они возглавляли не только местные военные отряды, но и были наделены административной и судебной властью. Они отвечали перед Москвой за сбор налогов и выполнение повинностей населением. Введение воеводской власти на местах означало значительное ограничение органов местного самоуправления, земских и губных изб, введённых в ходе реформ избранной рады в середине XVI века. Уезды делились на станы и волости. Со второй половины XVII века царь начинает формировать новые, более крупные военно-административные единицы, разряды, объединявшие группы городов-крепостей в пограничных районах страны от возможных нападений. Введение этой единицы означало появление промежуточного звена между центральной и уездной властью. Законы. Соборное уложение 1649 года. По окончании смутного времени правительство новой династии Романовых приступает к активной законотворческой деятельности. Интенсивный рост числа указов за период от судебника 1550 года до уложения 1650 года можно проследить из следующих данных. С 1550 по 1600 — 80 указов. С 1601 по 1610 — 17 указов. С 1611 по 1620 — 97 указов. С 1621 по 1630 — 90 указов. С 1631 по 1640 — 98 указов. С 1641 по 1648 — 63 указа. Итого в период с 1550 по 1648 годы было издано 445 указов. В итоге к 1649 году в российском государстве существовало огромное количество законодательных актов, которые не только устарели, но и противоречили друг другу. К принятию уложения подтолкнул и вспыхнувший в 1648 году в Москве соляной бунт. Одним из требований восставших был созыв Земского собора и разработка нового уложения. Бунт постепенно затих, но в качестве одной из уступок восставшим царь пошел на созыв Земского собора, который продолжал свою работу вплоть до принятия в 1649 году «Соборного уложения». 29 января 1649 года было закончено составление и редактирование уложения. Внешне оно представляло собой свиток, состоящий из 959 узких бумажных столбцов. В конце шли подписи участников Земского собора, всего 315 подписей, а по склейкам столбцов — подписи дьяков. В настоящий момент оригинал хранится в оружейной палате. С этого подлинного свитка, для хранения которого более века спустя при Екатерине II был изготовлен серебряный ковчежец, была составлена копия в виде книги, с которой дважды в течение 1650 года уложение было напечатано по 1200 экземпляров в каждом тираже. В соборном уложении определялся статус главы государства, царя, самодержавного и наследного монарха. Уложение содержало комплекс норм, регулирующих важнейшие отрасли государственного управления, прикрепление крестьян к земле, режим въезда и выезда из страны, вопросы, связанные со статусом водчин и поместьй. Уложение впервые утвердило полное право феодала на землю и зависимых крепостных крестьян. Был установлен бессрочный срок сыска беглых крестьян и большой штраф за укрывательство беглецов. Горожане были прикреплены к посадам, а помещики стали отвечать за преступления своих крестьян. Главными объявлялись преступления против царя и его имущества. Таким образом, в течение 17 века усиливалась самодержавная власть царя, опиравшаяся уже не на сословное представительство, а на государственный аппарат и армию. Произошло окончательное оформление крепостничества. Значительно выросли привилегии дворянства социальной опоры самодержавия. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова